Несмотря на рост стоимости товаров и услуг, химкинские предприниматели держат цены на уровне 2014 года. Например, одна из зуботехнических лабораторий. Эта компания – один из лидеров в соотношении цена-качества не только в Химках, но и в Подмосковье. Подробности в нашем следующем сюжете. Жизнь зубных протезов начинается здесь, в лаборатории. Предприниматели Алексей и Михаил – идейные вдохновители всего производства. На рынке медицинская лаборатория с 2007 года. За это время удалось достичь высокого уровня мастерства и наладить полный цикл производства. В частности, купить 3D-станок. Это 3D-фрезерный станок, который позволяет нам изготавливать каркасы протезов из различных материалов. Будь то металл, оксид циркония или пластмасса. Полный цикл производства и новейшее оборудование позволяют не повышать цены в сложившейся экономической ситуации. К слову, свою продукцию предприятие поставляет не только в коммерческие клиники, но и в муниципальные поликлиники. Вот тебе надо получше чистить. Владимир Рысин – стоматолог поликлиники номер один. С этой зуботехнической лабораторией сотрудничают уже больше года. Врач признается, что раньше заказывал все в других компаниях, но там многие виды ортопедических работ попросту не делали, да и цены зашкаливали. В последнее время, когда скакал на доллары и евро, везде повысились цены. Я к нему приехал, говорю, Алексей, как дела, как будут цены? Материалы же подорожали. Он мне говорит, что, Владимир Геннадьевич, ничего дорожать не могу, потому что я потеряю своих врачей и все остальное. Пока оставляем все на прежнем уровне. Соотношение цены, качества и оперативности работы – вот главные козыри этой лаборатории. Предприятие является уникальным на территории городского округа Химки, поскольку оказывает полный цикл услуг по производству зубопротезов. Такое предприятие необходимо поддержать, так как они оказывают услуги медицинским центрам, находящимся на территории городского округа Химки. В частности, такие, как 8 марта, медсанчасть, которые являются государственными клиниками, которые обслуживают и ветеранов Великой Отечественной войны, и пенсионеров, и детей. В перспективе предприятие планирует расширить производство, закупив еще один 3D-станок. В этом им окажет финансовую поддержку торгово-промышленная палата. Олеся Жиганова, Ольга Донченко, Сергей Гвоздев. Служба новостей.